Она разделась догола, но почему-то не дала. Расскажу вам эротическую историю, абсолютно реальную. Мне ее написал как раз один из героев этой истории. Очаровательный мужчина-массажист, который делает именно эротический массаж. У него есть знакомая, прекрасная замужняя женщина, стройная, молодая, красивая, с чувством юмора. Более того, у этой девушки есть еще и любовник, то есть та еще штучка. И вот этот мужчина звал ее на эротический массаж. Он умеет делать его хорошо. Она не сразу согласилась, но пришла. И сначала смущалась, а потом вдруг так разошлась и спокойно из себя скинула и лифчик, и трусики. И отдавалась с наслаждением его массажу. И это происходило несколько раз. В порыве массажа он и целовал ее грудь, сосал сосочки, руками нежно гладил ее везде, во все места, можно сказать, проникал, ну вот с губками играл, и все было очень хорошо. При этом она время от времени говорила, как мне хорошо. В конце массажа они долго стоят, обнявшись и с таким ощущением, что даже не хочется расставаться. Но эта девушка не позволяла мужчине залезать руками внутрь нее. Ну и естественно никаких вот секса, вот этого нет. Все, все очень прилично. Мужчине по роду там деятельности нужно было уехать. И он не виделся с этой женщиной несколько недель. Очень соскучился и написал ей смс-ку, что жду встречи нашей с нетерпением, очень соскучился, так хочется опять сделать тебе приятное. На что получил сообщение, что я отношусь к вам как к отцу, надо сказать, этот мужчина старше ее на много лет. И вообще вам нужно немножко сменить ко мне отношения. И даже я думаю, надо вернуться к массажу в белье, потому что вот такой, какой сейчас у нас массаж, мне это не нравится. Вот просто как ушат холодной воды. И мужчина, конечно, спрашивает, ну как понять женщину, что я сделал мне так, все же было хорошо, ей нравилось. Есть ли вообще надежда у этого мужчины? Это совершенно чудесная история, потому что она показывает разницу во взглядах мужчины и женщины. С точки зрения мужчины, что произошло? Женщина откликается на его ласки, позволяет делать со своим телом, вообще не стесняясь, такие вещи-то. Грудь целовать, соски, всю вагину он ей там массирует. Ну просто вообще. И кажется, кажется, что отношения развиваются, но тем более они обнимаются так душевно. То есть какой-то контакт у них кажется мужчине. И вот-вот произойдет сексуальное свидание. Ну как-то так логично. Так вот, друзья, моя ситуация с точки зрения женщины выглядит кардинально по-другому. Смотрите, у женщины есть секс в жизни. И с мужем, и с любовником. То есть вот это вот пальцы в вагину или член в вагину, она прекрасно знает, что такое фрикция и так далее. Все это хорошо. Она приходит к этому мужчине совершенно за другим сексом. Я бы сказала, что она приходит за женским сексом. Дело в том, что огромному количеству женщин не хватает именно таких изысканных ласк. Ну как-то вот, да, секс, вот многие знают, что он как-то происходит вот так. Ну чуть-чуть погладили, чуть-чуть потерли в определенных местах. И дальше фрикции, оргазм. Вот сменили позу, да. А вот такое, чтобы полтора часа женщину гладили вот такими тонкими касаниями, разные приемы. Все для нее, вот все для женщины. И вот такие вот легкие, очень острые ласки. Она приходит ровно за этим. То есть вот ей как раз вот это вот переход в мужской секс, который он ей предложил. Ну вот, да. То есть а давай вот увидимся. Она прям четко почувствовала. Это переход в другую область. А я этого не хочу. Я хочу ровно это. Более того, я еще хочу сказать, что в этих рамках она вообще очень приличная. То есть, понимаете, ну ничего же не происходит, ей массаж делают. А вот этот переход, это еще и она, ну как-то, ну неприличная становится. Тоже вопрос. Так вот. То есть для нее это само по себе законченное удовольствие. И, ну она сразу поставила дистанцию. Нет, туда я не пойду, я не хочу. Возникает вопрос. Ну что же сделать, да? То есть мужчина же, был ли у мужчины, ну шанс перевести это в другие отношения? Смотрите, как интересно. Вот женщина, когда я обнимала мужчину в конце, она была ему благодарна телесно. То есть у них контакт изначально был, как массажист и клиентка. Это очень хороший контакт телесный. Она благодарна телом за доставленное удовольствие. Поэтому вот размякла, обнимает его, спасибо. Вот все хорошо. А вот контакт сексуальный, он происходит на другой области. Он происходит на вконтакте мужчины и женщины. То есть все-таки нужно устанавливать контакт другой. И поэтому, если бы этот мужчина все-таки, да, вот, ну допустим, сделал когда-то и первый раз какой-то массаж, и немножко с ней поговорил, предложил бы чайку попить, ну пообщаться, как она живет, что там, какая она там красивая, замечательная, прекрасная. Потом, может быть, пригласил в следующий раз ее там. А, слушай, давай вот забежим в кафе там посидим. То есть начал переводить их общение в область мужчины и женщины, у него появился бы шанс. Опять же, не факт, что это бы привело потом к сексу, но тем не менее, понимаете, как контакт лежит немножко в другой области. Тело это хорошо, но нужно установить контакт с женщиной. Вот этот флирт, вот это вот, ну напряжение, вот эта игра. Потому что, знаете, еще женщины, они обожают вот эту сексуальную игру. И некоторые женщины признавались, что с удовольствием бы соблазнили какого-то массажиста и соблазняли. Особенно, когда он говорит, я вообще женщины сексом не занимаюсь, своими клиентками, я очень. Да, они меня возбуждают, но я очень в токе. Ни с кем не занимался сексом. И вот здесь у женщин включается в блин, а я вот хочу его соблазнить. То есть, понимаете, вот есть некоторый элемент в другой области, в области общения мужчин и женщин. Ну и поэтому у этого мужчины, ну, мог бы быть шанс. Ну и может быть он сейчас есть, но уже немножко сложновато. Но попробовать стоит. Подписывайтесь на мой канал. Я говорю о сексе с удовольствием.